друзья всем привет сегодня мы посмотрим мой опыт личной эксплуатации айфона это iphone 10 на 64 гига просто дело в том что у меня девушка пользуется айфонами можешь сказать в основном ее кругозор пользуется айфонами мои пацаны в основном пользуются айфонами но кто-то сидит андроиде и чтобы не выделяться из всей этой серой массы извиняюсь конечно вот есть кого обидел вот я решил попробовать тоже айфон купил себе шестерку думаю если не мое значит на хусь багри его по дешевке ну так хоть будет не обидно вот если понравится куплю себе модель подороже в общем попользовался шестеркой блин вроде в чё-то прикольно чё-то блять уже не найс думал хусь им попользовался на на месяца три даже нам поменьше и продал его чертям собачьим недолго думаю походил побродил и взял себе уже современный дизайн типа современный как говорят безрамочный какой наху безрамочный тут рамки больше чем блять на ноги 3310 вот и купил себе майфун майфун 10 еще раз говорю на 64 гига полностью в комплекте но есть небольшие но вот брал я его всего лишь за 16 тысяч для данного аппарата это космическая цена дело в том что здесь не работает фейс айди то есть менее на экран труд он тоже нету не работает bluetooth я так почитал пошарил в интернете это типа того что может быть от падение выходят какие там блять микросхемы залупа всякая вот ну что могу сказать не знаю как кто хочет может покупать кто может только хочет попробовать компанию apple вот начальный телефон десятку взять хочу сказать я хрен его знает блять это просто счета в нем хорошо счета мне пиздато что-то в нем нет просто нет говорит организм анонизм вот начну с плюсов что здесь хорошо это конечно же анимация анимация свайпы хуяй по вот эти все блять это конечно удобно вот вот это вся плавность это блин просто конечно космос блять не переворачивается как раз в общем вся был посмотреть в youtube а у меня не работает сейчас вайфай не подключен вот смотрите анимация все без лагов все четко хотя телефон уже хуеву куку его лет четыре года вот ну все плавненько офигенно вот какие еще плюсы плюс конечно это два стереодинамика динамики конечно уже не вывозят на 2001 год фу блять 2001 год пиздец уже я вернулся немножко назад когда еще iphone в даже фами не было на 21 год динамик конечно хорошие но уже не вывозит немножко вот ну добавлю это в плюс так как телефон 17 года естественно это качество видео фото уже конечно не вытягивает но вот видео достойно достойно пишет ну телефончик вот этим мне нравится вот насчет фото я не знаю я в основном него снимаю видео вот что еще какие плюсы какие еще плюсы вот то что долго apple обновлять свои смартфоны но опять же в этом есть и плюс есть и минус потому что с каждым обновлением ваш смартфон можно сказать убивается потихоньку и батарейка разряжается еще сильнее и потихоньку начинает смартфон лагать вот ну наверное ну еще до хера то что аксессуаров можно найти к нему потому что на каждом углу на каждом переходе он блять продается какой-то сраный тот же переходник для за 100 рублей вот чехлы я ушел вообще подавно молчу что перейдем ну если по там по ходу видео какие есть плюсы я вспомню вот есть что-то скажу переходим к минусам вот тут то есть ничего сказать так и опять же из-за чего я снимаю вот этот опыт как бы эксплуатации со мной он где-то можешь сказать два месяца уже я его продаю я вопрос продаю блять просто пиздец какой-то нахуй вот взял я себе вот этот iphone безрамочный вроде понты и тёлки даже внимание прощать чуть не вешаются вот продаю его блять просто я не могу уже с ним ходить начнем с первого минуса это конечно батарея это просто блять кошмар какой-то это просто жопа у меня хоть 85 процентов сейчас вот вот перепад но перед покупкой вот этого десятого айфона мне друг конечно сказала она тебе нахуй надо у тебя все время были андроиды нахуя он тебе нужен блять разряжается там батарейка на глазах хотя у него сто процентов я думаю да ладно бог его ну ладно хрен с ним возьму чё попробуй десятку вот десятку взял и а у ел в крайнем таком слове в конкретном прям просто пока вот в своей дыре я как бы не городской вне городской черты вроде бы так более-менее ну раза блять наверно три если пользоваться целый день там раза три за день его зарядишь это точно 85 процентов напомню потому что на б.у. рынке есть смартфоны и 80 процентов там емкость заряда и там может хоть и меньше а 75 я представляю вообще жопа и только включил это я поймал все жопа сразу силах вот опять же яйца сидел вот 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 что хочу сказать в город например приезжаешь ставишь сюда сим-карту черту города заехал телефон поймал сразу же lte и тут происходит полный пиздец батарейка тает я не знаю если пользоваться им с lte батарейка тает просто на глазах за час он может ебнуть но использоваться за час может ебнуть в легкую 40 процентов в легкую прям 40 50 процентов это главный минус еще минус нет разъема под наушники это просто жопа куркуль и блять ебаные еще добавлю минус неудобные блять наушники так что еще блять по минусам наху а отваливается постоянно сеть вот в городе то нормально но как бы в дыре где андроиды ловит ахуенно айфону андроидов сосет постоянно отваливается вай-фай это просто ужас блять у меня телефон наху 16 года блять я не знаю я точку доступа делаю в доме выхожу с андроидом например на улице у меня охуенно ловит охуительно две палки но он ловит за тремя стенами а с этим говном я выхожу из комнаты например на кухню чтобы попить чайку посмотреть ютубчик и у меня постоянно отваливается вай-фай блять как это сука как это возможно блять это просто блять пиздец какой то что еще хочу сказать вот по минусам вот то что блять например при замене экрана сразу же блять не работает файс айди ну конечно же блять кто-то умельца стоит оригинальный может дисплей у них все нормально но блять ну почему ебаный в рот почему за функцию блять я можешь сказать это из-за этой функции купил смартфон вот и при первом и при первом же падении эта функция накрывается например вот не знаю блять продаю его короче продаю его за 15 тире 14 с половиной тысяч брал за 16 ну в принципе немножко освоил ну блять то что там например музыку не скачать ну в принципе насчет вот музыки вот я наладил нашел одно приложение опять же многие его айфончики знают это называется пульс через него можно скачать и музыку с ютуба из контакта и также блять например и видео с ютуба из контакта очень удобное приложение в общем одно приложение заменяет можно сказать два друзья сейчас снимаю на хонор 30 про плюс на свой основной телефон у меня как бы запись идет в 4к разрешение ограничение 10 минут уже время я снимаю 930 наверно буду с вами прошаться говорить пока до новых встреч не знаю как бы блять телефон может сказать так ты за 15 актуально но блять дороже его брать смысла я думаю нету всем удачи всем пока вот такой опыт эксплуатации мой личный не знаю как у вас будет айфона так все до скорых встреч